здравствуйте сегодня мы с вами рассмотрим примерные задания олимпиада и канат а именно по предмету социология нас темы по социологии касаются именно общественной жизни человека проверяются ваши знания умения и навыки именно касательно общественной жизни рассмотрим следующие вопросы в первом задании необходимо вам прочитать небольшую информацию прочитаемся вместе выделяют несколько типов семьи в зависимости от характера распределения обязанностей типы семьи показаны в таблице здесь у нас выделяются три вида семей это у нас традиционная и авторитарная демократическая по-другому называется партнерская и эгалитарная то есть семья равных традиционной семьи здесь у нас представить именно проживает представители не менее трех поколений затем здесь у нас главенствующее место занимает роль мужчина женщина здесь у нас именно занимает позицию хранительница очага домашнего очага потом и основные решения по вопросам именно принимает мужчина демократическая то есть партнерской семье здесь у нас отличается именно равными правами супругов здесь идет совместное распределение именно обязанности подготовка к изменению ролевой структуры с учетом интересов семьи затем эгалитарная семья то есть в основном эта семья у нас молодой пары здесь отсутствует четко распределение ролей и обязанностей и вас большинстве случаев здесь молодые пары как от здесь от у них отсутствуют дети и именно от рождения ребенка то есть и так как рождение ребенка у нас требует именно распределение позиции и ролей и со временем поэтому после рождения ребенка здесь у нас как раз таки меняется именно вид семьи то есть меняется либо на традиционную либо на демократический тип затем здесь у нас в задании дано три вида именно три семьи первая семья здесь у нас за имя ли я они женаты три месяца они еще не полностью разделили свои обязанности вторая семья в семье асухана домашним хозяйством и воспитать воспитанием детей занимается жена асухан обеспечивает семью материальным в третье после рождения сына сабыр и айсара совместно решили все проблемы семьи и стали партнерской семьей теперь рассмотрим сам вопрос вопросе нам просят определить типы семей и зейна асухана и сабыра вернемся именно к описанию семей первом случае здесь у нас говорится то что они женаты три месяца то есть они только молодая пара и как мы видим они еще не разделили свои обязанности поэтому это у нас соответствует именно типу семьи эгалитарно видите здесь у нас отсутствует еще распределение семей и именно молодая пара поэтому первое ведь семьи у нас относится именно эгалитарные затем вторая здесь у нас видите именно домашним хозяйством и воспитанием занимается жена а именно мужчина занимает именно здесь главенствующую позицию то есть обеспечивает их материально то есть является кормильцем семьи и это у нас соответствует именно традиционной или авторитарной семье то есть здесь у нас как вы видите в тексте говорится об этом то что мужчина здесь у нас кормилица женщина хранительница домашнего очага поэтому второе это у нас будет традиционные либо авторитарно это по другому другое название третья себе семьи здесь у нас сабыр и айсара и то есть они видите здесь у нас говорится что они стали партнерской семьей партнерской здесь у нас как раз таки именно демократическая семья поэтому третье это у нас демократическое теперь просто рассмотрим варианты ответов и найдем подходящий ответ в начале мы сказали что за иные семья за ино относится именно к эгалитарной семье находим такой вариант ответа это у нас либо д либо е затем вторая семья мы сказали она традиционно авторитарная асалхан демократическая асалхан авторитарный вот то что авторитарно у нас совпадает и последнее то что третья семья сабыры и айсары здесь она у нас партнерская то есть это у нас семья демократическая и это у нас демократическая то есть это у нас правильный ответ будет вариант е следующий второй вопрос с течением времени меняется либо меняются тип типы семей семьи а эгалитарная авторитарная только эгалитарная традиционная или демократическая авторитарная демократическая и Эгалитарная 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 Саун-алу – это у нас казахская традиция, которая заключается именно в помощи другим людям. Здесь у нас бедные люди могут обратиться именно к состоятельным людям и попросить у них скот, любой вид скота, и со временем, то есть попользовавшись, через какое-то время вернуть им в целости и сохранности. Но бывают случаи, когда именно эти состоятельные люди, они даже дарят им скот. Это у нас Саун-алу и Аттергел. Аттергел – это у нас касается именно женщин, а именно снох. То есть здесь у нас говорится о том, что снохи, они, выражая свое уважение, демонстрируя свою воспитанность, они не называют родственников мужа по именам. И последнее у нас Кунак-каде. То есть здесь у нас имеет в виду то, что когда хозяин дома, он просит гостя спеть песню, либо сыграть на музыкальном инструменте. И теперь в вопросе у нас как раз таки говорит, именно построить позитивные отношения между людьми высшего и низшего класса. То есть высший класс – это у нас богатые люди, низший класс – это у нас именно бедные люди. И из всех вариантов у нас подходит именно вариант С. Сауна-О, так как здесь у нас богатые люди, помогают бедным людям. Поэтому этот вариант у нас подходит больше всех. Следующее. Здесь у нас дается определение социального статуса. Прочитаем его. Социальный статус – это общее положение в обществе, связанное с совокупностью каких-либо прав и обязанностей физических лиц и социальных групп. Человек получает социальный статус при рождении, то есть собственные желания субъекта не учитываются. Как правило, социологи различают два вида социального статуса – это врожденный и приобретенный. Приобретенный по-другому также называют достигаемый статус, то есть это когда человек достигает его благодаря своим умственным и физическим усилиям. Прочитаем вопрос. Укажите социальный статус в зависимости от профессии личности. Варианты. А – брат, Б – шахтер, С – подросток, Д – француз и Е – отец. Здесь мы видим то, что именно касается статус, который касается профессии, именно у нас шахтер. Остальные варианты. Брат и отец – это у нас статус именно касательно семьи. Подросток – именно это у нас уже возрастной статус. И француз – это у нас статус именно касательно национальности. Поэтому правильным ответом будет вариант Б. Пятый вопрос. Укажите неверное утверждение. Первое утверждение. Подросток – это врожденный статус. Это у нас правильное, верное утверждение, так как подросток, то есть это у нас именно возрастной статус, и мы его не можем достичь. То есть это у нас идет, не учитывается здесь именно желание субъекта. Поэтому это утверждение у нас верное. Врач – приобретенный статус. Это утверждение верное, так как чтобы человек обрел данный статус, ему необходимо учиться, завершить институт, работать. Поэтому он достигает данного статуса благодаря своим умственным и физическим усилиям. Поэтому это утверждение верное. Третье — ученый. Это врожденный статус. Ученый — это профессия, поэтому человеку необходимо его достичь благодаря своим умственным и физическим усилиям. Поэтому это утверждение неверное. Затем — монголоидная раса, приобретенный статус. Это утверждение неверное, так как монголоидная раса — это врожденный статус, так как это от человека уже не зависит. То есть это как и нации, человек уже рождается определенной национальностью, и поэтому он уже от его желания не учитывается. Поэтому это утверждение у нас тоже неверное. И рассмотрим варианты ответа. То есть у нас неверными утверждениями являются пункты 3 и 4. И это у нас вариант D. Это были у нас примерные вопросы по социологии. Желаем вам удачи на экзамене. Спасибо вам за внимание. Продолжение следует...